Привет! Давно не виделись. Замечали в ВК бесконечные подборки ста глаголов, которыми можно извиниться? Кончайте репостить их себе на стенку, это моветон, сейчас расскажу почему. Смотрите, если я вам дам какое-то не самое знакомое слово на русском языке, например, петрикор. Это значит запах пыли после дождя. Скорее всего, вы забудете его очень быстро, потому что я не дала вам контекст, я не дала вам ситуацию, и самое главное, я не дала вам возможности применить полученное знание в разговоре, поговорив, используя это слово, а лучше фразу, про это поговорим чуть позже. То же самое происходит с этими бесконечными подборками слов. Вы не видите контекста, у вас нет возможности применить их потом, потому что 100 слов, которыми можно сделать что угодно, если это одно и то же действие, зачем вам 100? Возьмите 3 и используйте их. Вы используете 100 русских слов, чтобы извиняться? Наверное, нет, поэтому забудьте про эти подборки. Но, Марина, что же тогда делать? Как же тогда учить слова? Все просто, есть несколько заветов, которые нам помогут. Во-первых, старайтесь уйти от вот этой старой проверенной системы слова перевод. Да, она старая, да, она проверенная, не буду ее засирать, но у нее есть определенные минусы. Минусы того, что если вы даже запоминаете слово, во-первых, вы запоминаете его с переводом, то есть мы опять возвращаемся к связке английский и русский, которая нам не нужна. Мы ведь сразу хотим мыслить на английском, зачем нам русский язык в этом всем вообще? Если вы на начинающих уровнях и учите какие-то базовые слова, можно, но все равно советую уходить в Learners Dictionary, и я покажу вам, как им пользоваться сегодня. Если же у вас уже intermediate или продвинутый уровень, почему бы не уйти от русского языка совсем и не начать искать чанки? То есть это кусочки, выражения, которые так и употребляются. Мы их никак не модифицируем, либо модифицируем минимально. Таким образом, мы начинаем говорить гораздо более связанно, и у нас пополняется словарный запас гораздо быстрее. А самое главное, мы можем реально использовать эти слова, а не просто знать, что Apple это яблоко. Помимо этого, чанки всегда дают вам некий контекст, потому что если у вас просто есть какое-то слово без контекста, например, я вот так учила слово transient месяца два, и я до сих пор не помню, что это. По-моему, что-то типа temporary. Простите, если я несу херню, я правда не помню. Именно потому что я учила это слово перевод. И, по-моему, как раз-таки у меня заассоциировалось, если temporary это правильное значение, то вот его я помню, и то, что они синонимы, только за счет того, что когда-то я нашла это слово в названии фильма, и у меня связался контекст. Поэтому помните, контекст рулит всем. И с контекста мы можем догадаться о значении, даже не понимая точного перевода. И это как раз-таки лучший способ, к которому нам всем стоит идти. Но теперь давайте разберем, как мы можем найти чанки в тексте, как мы можем, если мы на каком-то начальном или intermediate уровне английского, разобраться, что это именно чанк, и что нам нужно его выучить, и как, в конце концов, мы будем это все учить. Давайте посмотрим. Итак, давайте возьмем текст. У меня он будет здесь, у вас он будет здесь. И сейчас попробуйте поставить меня на паузу и найти как можно больше чанков в этом тексте. Можете оставить их в комментарии, я каждому отпишусь по поводу того, действительно ли это чанки и что с ними делать. Так, ну все, надеюсь, вы разобрались, если вы не поставили на паузу. Ай-яй. Но давайте пойдем теперь вместе. Можем взять устойчивое выражение из первого параграфа. Have lessons. Отличное выражение, когда у нас есть какие-то занятия или уроки. Очень здорово знать сразу, с каким глаголом мы говорим это выражение. А не так, что мы начинаем думать, так, уроки я знаю, это lessons. А вот что мы с ними делаем? I do lessons. Вот это, чтобы не начиналось, мы сразу знаем. Have lessons. Поехали дальше. О, слово enormous хороший пример. Разбирали это с ученицей на уроке. Давайте посмотрим. Скорее всего, в выражении There is an enormous Christmas tree. Вам знакомы все слова, кроме enormous. Christmas tree, так легко догадаться, пожалуй. There is конструкция, про которую тоже знаем, слышали. А вот что насчет enormous? Запомнить. Как? Слово-перевод не надо. Про это уже говорили. Это такой последний оплот. Если больше никак не получается, попробуйте слово-перевод. Но, честно, у меня тоже не получается. И слово-переводом в том числе. Поэтому, берем это выражение и делаем из него что-то типа An enormous Christmas tree или An enormous tree. И вот, теперь у нас есть контекст. То есть, у нас есть не просто слово enormous, а у нас есть An enormous tree. И теперь мы можем понять, что это не просто big, large tree, tall tree. Мы можем сказать, что это аж enormous tree. И мы догадываемся по контексту. И даже не пользуемся переводчиком, что самое замечательное. Если вы совсем в растерянности, и контекст не помогает вам догадаться о смысле слова, тогда мы идем на Oxford Learners Dictionary. Пойдемте вместе. И смотрим, что это такое, собственно. Еще помогает вбить слово просто в Google и нажать images. И вы увидите картинку. Не перевод, а картинку. И теперь у вас уже есть контекст. То есть, у вас не просто есть слово enormous, которое непонятно, как употреблять, а у вас уже есть представление, типа ощущение о том, что это такое. Понятными терминами говоря, это называется, вы знаете, значение слова. А не перевод с этого слова на русский язык. И тогда, потом, войдя в какую-нибудь просто very large flat, вы сможете сказать, that's a large flat. That's an enormous flat. Вот для этого нам нужно учить слова в контексте. Поэтому слово-перевод не рекомендую. Что же насчет чанков, Марина? Сейчас найдем и чанк. Здесь есть замечательный чанк. To be full of art and design. Во втором параграфе. Is full of art and design. Замечательный чанк. Вот это выражение. Full of something. Вы находите его, смотрите. Такое интересное, да? Как проверить, что это чанк? Гуглите. Смотрите, существует ли оно. Потому что, может быть, вам показалось, что это чанк. Или, может быть, там как-то сочетаются так слова, что похоже на какой-то чанк или на фразовый глагол. Но на самом деле это не так. Так что проверяем себя. Если вы находите это слово, например, на Oxford Learner's Dictionary. Потом можно вбить это слово на юглише и посмотреть фразы. То есть то, как люди реально употребляют это слово и в каких контекстах они употребляют. Обязательно делайте это, не ленитесь. Пока вы будете делать все вот эти проверки, вы уже запомните слово или выражение. Поэтому это отличный способ. Дальше. Что мы делаем, когда мы таки поняли, что это чанк? Мы начинаем с ним работать. Здесь здорово, если у вас есть преподаватель или тьютор, или ментор, или хотя бы человек, который лучше вас знает английский, чтобы он мог проконтролировать вашу работу. Чтобы вы не накосячили и не сделали о себе ошибок, которые укоренятся потом и станут такими вашими типичными фичами. Но все-таки будут ошибками. Вот. Но если у вас нет такой возможности, а учиться вы хотите, можно делать это и самостоятельно. Я делала так сама и ничего, выжила. Мы берем это выражение и такие. Так. The museum is full of art and design. Хорошо. Что я могу сказать? I am full of love. Отлично. Хорошо работает. Что дальше можем сказать? Моя ученица сказала. The forest is full of trees. Да. Или я могу сказать my apartment is full of trash. Потому что, да, не убиралась в недельку. Пора бы, пора бы. Таким образом мы привыкаем находить эти выражения. То есть мы учимся их находить, что не менее важная штука, чем просто заучивать выражения. Потом мы начинаем их использовать сразу. Потому что мы можем это делать. Потому что у нас есть контекст, и мы понимаем, когда уместно использовать эти выражения. И таким образом они запоминаются гораздо быстрее и гораздо легче могут быть употреблены. Что-то с русским языком. Давайте теперь суммаризируем это видео. Если хотите, поставьте на паузу и скажите три основных тезиса. Три новые вещи, которые вы узнали. Очень полезная штука. Подглядела у Анастасии Кей. Делайте так. Это тренирует вашу память и прокачивает мозги. Это шикарно. Можете написать вещи, которым вы научились в комментариях к этому видео. А я суммаризирую свои три тезиса. Первое. Заканчивайте репостить. 100 способов сказать «извините» или «здравствуйте» на английском. Во-первых, вам не нужно 100. Я не знаю, знаю ли я 100. Правда, скорее всего, вам не нужно. Обойдитесь тремя для начала, а потом постепенно расширяйте свой словарный запас. Второе. Контекст правит всем. Вы можете догадаться о значении слов из контекста. Вы можете не переводить каждое незнакомое слово. Спойлер, так и надо. Не переводите их. Попробуйте догадываться. Это огромным образом бустнет ваш английский. Делайте так. Хотя бы попробуйте. Третье. Уметь находить правильные выражения. Уметь идентифицировать слова и фразы, которые действительно стоит учить. И потом правильным образом ставить их в контекст, чтобы понимать, как их использовать. Это не менее важно, чем просто уметь сказать какие-то вещи на языке. Поэтому учитесь этому. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. В виде эпилога скажу, что действительно долго не снимала видосы на канал. Работа, дела, но... Да, хандра, естественно, коронавирусная. Куда без этого. Но я надеюсь, что я с вами теперь на подольше, чем в прошлый раз. И спасибо, если вы досмотрели и этот кусок моего монолога до конца. Мне приятно. Хорошего дня, ребят. Или вечера, или утра. Скоро увидимся. Пока. Коржик.